сейчас я иду себе домой я принял два ксанекса немецких по рецепту врача со всеми печатями как всегда у меня осталось всего еще два просто чувствую грусть которая постоянно она не настолько острая чтобы ну не настолько как бы вот острая чтобы но она постоянно она постоянная она бесконечно бесконечно никогда не исчезает если это вот называется грех уныние да там то что делать с этим я могу бегать под солнечным светом и это не грусть не проходит могу если если могу работать в саду это грусть не проходит под солнечным светом там пилить что-нибудь или еще что-то делать это грусть не проходит с кем мне здесь связываться здесь лучше ни с кем не иметь дел помню 15 мая 2018 года шел на встречу к другу чтобы надеялся может депрессия кое-что поможет в депрессии он меня избил завел избил затем менты избили 7 июня я выложу потом а может и не выложу там есть скрытых за есть у меня где-то лежат записи эти где доказано что что это не что я не обманываю что действительно это было просто они конечно же все документы себе забрали не дает не отдадут побои справка побоях ну это все записано у меня но на аудио но на руки это не выдают это выдают именно им сразу а те не выдают тебе это неважно уже постоянная грусть которая тебя преследует которая постоянно она не острая что ты она такая знаешь медленно тягучая медленная тягучая и ты понимаешь что она никогда не пройдет бесконечно она это как медленная такая пытка она медленно ты понимаешь что она не исчезнет она не исчезает ты можешь там улыбиться хоть тысячу раз ничего не меняется я разговариваю с фотоаппаратом с телефоном потому что не потому что мне не интересно разговаривать с кем потому что со мной никто не разговаривает со мной никто не разговаривает это даже зафиксировано я иду по двору меня подзывает это какая-то тетка говорит что типа я якобы предлагаю какие-то это не ты там это не вы предлагали по сигареты покурить выпить я сначала спросил что предлагал что предлагал я не мог понять что вообще она хочет что именно предлагал кто предлагал и она говорит сигареты покурить выпить там шли две девчонки они увидели меня сразу назад шли как будто я какой-то монстр я просто мимо шел домой и они сказали ей типа что якобы я предлагал что-то там я не знаю короче что за фигня что за дичь короче со мной вообще никто не разговаривает только наоборот меня каким-то преступником считают ну подозревают во мне какого-то ну менты издевательски только разговаривали со мной тогда у меня нет здесь в городе ни подруг ни друзей да и в Красноярске нет ну там есть один этот который на аватарке но это не сказать что друг это просто раз в два года может он заедет я к нему заеду или он заедет скорее всего он больше не заедет что еще сказать что я не могу сказать избавиться да да девчонка что за рубежом что-то перестала со мной общаться ну всякое бывает может она играла со мной просто может это вообще какая-то подстава была я вообще не хочу может мне надо начать смотреть видео где разные мужчины там прыгают с этого с крыш за несчастной любви и тогда я смогу сам это сделать потому что я так смотрю в принципе это можно сделать но что-то у меня какой-то преграда как будто какая-то я не знаю потому что никто так не делает в основном ну я не видел что кто-то так делал в реальности в своем городе а может видел я забыл а если посмотреть то я может быть мотивируюсь я никого не призываю там и грижи он их крич казалось бы я должен рисовать офигенные пейзажи что мне не получается рисовать офигенные пейзажи на хороший фотоаппарат покажу вам свой город смотрите как красивый Ничего себе как она радуется Drain my blood I'm a die so sweet I never had a meaning just another fucking junkie Drain my blood Don't be greedy 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 не знаю где пойти в том дворе там меня прокляли а уже разрядится сейчас быстро разъезжается так так и